Благоустройство, медицина, образование, общественный транспорт, строительство дорог. На ежегодном обращении к жителям региона губернатор Московской области рассказал о проделанной за год работе, а также поставил задачи на будущий период. Особое внимание Андрей Воробьёв уделил современным проектам и подходам во всех сферах жизнедеятельности. В своем отчете я бы хотел обратить внимание, какой эффект дают умные технологические решения. Запись в школу, получение лекарств, все то, что, казалось бы, стоит совершенно других денег. Но ценность для человека, удобство, это является очень чувствительным и важным. В Подмосковье продолжают оказывать помощь участникам спецоперации. Жители собирают необходимые вещи, продукты и медикаменты для наших бойцов. Семьям защитников оказывают необходимую поддержку. По инициативе президента страны создан Государственный фонд защитники Отечества, который работает и в регионе. Кроме того, в каждом муниципалитете есть центры поддержки, развитое и волонтерское движение. За последние месяцы добровольцы активно помогали в проведении масштабного опроса жителей. Недавно проходил опрос в парках, волонтеры активно принимали участие. Что касаемо социальной сферы, это важно, нужно. И во время проведения СВО, что люди поддерживают, люди несут помощь. Здравоохранение – еще одна важная тема. С каждым годом жители все больше положительно оценивают качество медицинских услуг. Главной задачей остается поиск врачей и предоставление социальных мер поддержки для медиков. В Московской области поликлиники и стационары переходят на новые стандарты. Таким образом будет реконструирован и хирургический корпус Одинцовской областной больницы. А само медучреждение является одним из важнейших в округе и работает на полную мощность. И, конечно же, губернатор делал на этом акцент. Он отметил и наш район, что он очень успешно развивается. Если вы помните, то по итогам прошлого года первое место район занял в рамках развития области. И отрадно было слушать то, что этот вектор, который взят на развитие здравоохранения, он будет продолжаться. Помощь жителям и достижение результатов по-прежнему остается в приоритете. Портал Добродел, социальные сети, домовые чаты – все это необходимо, чтобы видеть актуальные вопросы от жителей. Перемены, которые произошли в различных сферах, делают жизнь людей более комфортной и безопасной. Десять лет его команда, и мы все вместе стараемся каждый день откликаться на просьбы и наказы наших жителей, наших избирателей. И все это как раз попало в доклад, все развитие нашего региона и те масштабные шаги, которые были сделаны. И обратная связь от жителей была представлена. И самое главное – планы, то, что предстоит в нашей области сделать. Московская область занимает второе место в стране по качеству образования. Критерием оценки в первую очередь являются результаты ЕГЭ и ОГЭ. Также губернатор отметил важность строительства новых крупных образовательных объектов. Так, 1 сентября откроется школа на 2200 мест в Гусарской балладе. Каждый год мы строим детские сады, 30 детских садов и 35 школ. Каждый год стараемся их строить больше. Мы ушли в формат и видим эффект, когда школа строится на 2-2,5 тысячи человек и имеется в виду с дошкольным отделением. Успешно продолжается и программа расселения из аварийного жилья. В Одинцовском округе пройдет переселение людей в Больших Веземах, Звенигороде, поселке Усово-Тупик и на других территориях. Успешно реализуются и другие проекты. Но самое важное – всегда находиться на связи с жителями. Для нас ежегодное обращение – это конкретный план действий, обязательный к исполнению. Все то, о чем говорил губернатор, мы ставим в основу нашей программы развития. Впереди у нас много работы. Я уверен, что вместе с жителями и при такой активной поддержке губернатор нам удастся достигнуть всех поставленных целей.